Илья Шкурский профессиональным взглядом осматривает копию военного корабля «Пиаст». Каждая деталь должна быть на своем месте. В свои 15 парень умеет не только строить модели, но и знает немало об истории реальных прототипов. В судомодельном деле он 4 года и уже кандидат в мастера спорта. Юный капитан признается, его главная мечта – побывать в знаменитом музее «Крейсер Аврора». Мне рассказал мой друг, что он собирается пойти на судомоделирование. Я поинтересовался. Меня это привлекло. Республиканские соревнования по судомодельному спорту проходят в Бобруйске впервые. Локация – лесное озеро вблизи санатория «Шинник». У штурвала 48 капитанов со всех уголков «Синеокой». На плаву – копии всевозможных речных и морских судов. От французского пожарного корабля «Ренар» и военного катера советских времен до простых лодочек и яхт. Сторожевой кораблик «Данькс» собран еще в 80-х. Размер копии в 30 раз меньше подлинника. Здесь порядка тысячи деталей. Штурвал, мачта, трюм, якорь и флагшток. Вес – 10 килограммов. На воде разгоняется до 1 метра в секунду. Молодые техники демонстрируют свои навыки в управлении и настройке моделей. Но ключевая задача – пройти весь путь максимально быстро, не задев при этом буйки, и припарковать судно задним ходом. На преодолении дистанции – 7 минут. Судьи оценивают все до мельчайших деталей. Сейчас уже и взрослые начинают, скажем, приобретают в модельных магазинах, или по интернету приобретают те же самые яхты, или моторную группу, как вот в данный момент эти модели. И просто сами занимаются. То есть как бы судомоделизм живет и развивается. Необычный спорт зародился еще в Советском Союзе. Первоначально создатели кораблей не только разрабатывали чертеж, но и обязательно создавали рабочую модель, чтобы определить характеристики будущего судна. Некоторые детальные копии испытывали в бассейнах и анализировали полученные результаты. Сейчас даже спортивные катера и яхты практически всегда проходят стадию модельных испытаний и доводок. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.